Тверь стала первым из серии городов, где открылась фото-выставка «Александр Невский. 800 лет с России». Экспозиция, представленная в музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной, знакомит посетителей с достопримечательностями Переславля Залесского, Великого Новгорода, Пскова, Владимира и других городов, где жил, сражался и одерживал победы Александр Невский. С экспонатами ознакомилась и наш корреспондент Наталья Чайкет. В Тверской области не случайно выпала честь открывать выставку, которая впоследствии продолжит свое путешествие по России. Жизнь Александра Невского тесно связана с Верхневолжьем. Родина матери благоверного князя – город Торопец. И именно здесь, на Тверской земле, в 1939 году в Торопце Александр Невский венчался со своей женой – Полоцкой княжной Александры Бречеславной. По задумке авторов, основная идея выставки – обратить внимание на юбилей князя Александра Невского. Все говорим «Александр Невский – имя России». Вы помните 13-летней давности проект «Коммуникации с народом», когда люди выбирали самую главную личность в российской истории. Личность, которая внесла наибольший вклад во все века в российскую историю, в развитие русской цивилизации. Победил Александр Невский. В проект вошли фотографии мест, связанных с жизнью и деятельностью князя Александра Невского. Основная часть экспозиции – копии дореволюционных фотографий, выполненные Иваном Борщевским. Он один из первых мастеров, документировавших для истории объекта национального культурного наследия. Также на выставке представлены фотографии памятных мест, выполненные в конце 19-го – начале 20-го века. Однако, как отметила Алла Манилова, заместитель министра культуры РФ, память о защитнике русской земли Александре Невском должна продолжать жить и после проведения юбилейных мероприятий. До этого юбилея должно быть наследие, оно обязано быть. Это наследие будет и в продолжающихся реставрациях храмов Александра Невского, и в учебниках истории, и в тех книгах, которые будут издаваться. Одно из центральных мест в экспозиции занимают цифровые копии миниатюры из летописного повествования Лаптевского тома о жизни Александра Невского. Это исторический документ был создан в единственном экземпляре по заказу Ивана Грозного. На красочных миниатюрах отражены события Невской битвы и Ледового побоища. Кроме того, на выставке зрителю стоит еще обратить внимание на две иконы из великолепного Новгородского собрания. Именно иконописных изображений, потому что выставка светская, и мы не сочли возможным представлять здесь именно икону. Одна из них — это каноническое изображение Александра Невского в монашеском одеянии, а вторая — это принятый икону в 1724 году, где было принято его изображать уже в доспехах и в царской монтии. Губернатор Тверской области Игорь Руденин от заседания Оргкомитета по подготовке к проведению юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, подчеркнув, что на Тверской земле свято чтут память князя и его племянника Михаила Тверского. Добавим, что выставка будет работать в Твери до 1 октября, затем ее представят в других регионах России.